Здравствуйте, с вами мой блог «Ничего святого» с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Мечта арабского мира, ну и, конечно, палестинцев в первую очередь, приблизить тот день, когда они выгонят с позором неверных из Парижа, Берлина, Брюсселя и сами оккупируют эти города. И к этому ведут Европу вот эти самые леваки, те самые политики в Европе, которые плодят вот этих получателей пособий по рождению детей и безработицы, потому что это их избиратель, потому что леваки хотят держать власть и поэтому они подвергают опасности свои собственные страны. Послушайте, такой страны, как Палестина, никогда в истории не существовало, ее создали для того, чтобы нагадить Израилю. До того, как появился Израиль как государство, это был английский протекторат. До английского протектората это была Османская империя. Там были мамилюки, хринделюки, попилюки, шмертелюки, там все вплоть до Александра Македонского Римской империи, но никогда в мировой истории до создания государства Израиль не существовало никакого государства Палестина. Это все равно, что, знаете, ну вот харьковчане образовали вот такой эмират Харьков. Вот понимаете, национальность львовяне. Вот, ну как, ну это же смешно. Понимаете, если появится какой-то идиот, который скажет, мы гордые черниговняне и черниговнянки, мы всегда с нашими черниговнятами. Господи, да нет такой национальности. Национальности палестинец не было. Как нет национальности черниговнянин. Есть жители Чернигова. А черниговнян нет. И палестинцев нет. Потому что это бред. Извините за рифму, но это бред. Бред, которого нет. Но с этим бредом мир живет. Кстати, в ООН не представлено государство Палестина. Нет, Палестину признали там 138. Я не помню, сколько стран. Но никто не представляет в ООН как государство Палестину. Потому что это все левацкий бред. Потому что мечта радикального ислама уничтожить всех неверных. А тупые европейские леваки, они в своей массе, кстати, и в Америке, тоже не так, конечно, сильно, как в Европе, но есть. А давайте мы их пожалеем. А их же когда-то угнетали на плантациях. Но черт побери тех, кто сегодня получает всю жизнь в третьем поколении пособию по безработице. И содержание на детей их никто ни на каких плантациях не угнетал. Я вам расскажу американский. К сожалению, не анекдот, а правду. В одном американском штате сгорел дом. Пожар. Все ужас. Все куча, там какие-то марокканские эмигранты, мексиканские. И выжила только одна семья, которая жила на предпоследнем этаже. То есть в живых после пожара остались только белые. Американец и американка. Ну, конечно же, скандал. Ну, расизм. Как? Погибли все эти, там, палестинцы и остальные, там, которых мы же должны. Они же. Знаете, причина оказалась очень интересной. На первом этаже сгорела семья афроамериканцев, которые торговали наркотиками и никогда в жизни не работали. На втором торговцы людьми и профессиональные безработные. На третьем и короче, когда спросили у мужа и жены, которые выжили, говорить, а как получилось, что вы выжили, они сказали, мы единственные в нашем доме, кто ходим на работу. Мы просто были на работе. Кроме нас никто не работает. Поэтому мы выжили. Но, друзья мои, по-моему, ситуация ведет к тому, что те, кто работают, они как бы не предполагаются, что они выживут в том мире, который вот эти все, вот эти все нахлебники принесли в Европу. Потому что, кроме как получать пособие по безработице и гордиться тем, что они были угнетены 300 лет назад, хотя никто из них не жил 300 лет назад. И юридически они не имеют, да и практически, отношения к тем, кого угнетали 300 лет назад. Но, послушайте, это все равно, что там, ну, там мы с вами будем предъявлять претензии, там, вот Монголии, потому что их предки пришли сюда и собирали дань. Ну, это же идиотизм, это же глупость. Это абсурд по полной программе. Но, тем не менее, друзья мои, просто загуглите. Вот и вы поймете, что само государство Палестины создано для того, чтобы всем нагадить. Ну, практически вот как Россия, да. Это страна, миссия которой в истории нагадить всем окружающим. Палестинцы в основном это профессиональные безработные. Вы знаете, что из там менее чем трех миллионов палестинцев, около миллиона это дети. Ну, то есть это те, кому еще не исполнено с 18 лет. Это несовершеннолетние, потому что Евросоюз, Америка, потому что ООН, они платят за каждого рожденного и впоследствии обязательно безработного палестинца кучу денег. Поэтому главная профессия палестинцев это ненавидеть Израиль, это мечтать убить всех неверных, включая, кстати, нас с вами. Ну, начать они, конечно, хотят с европейцев, но в мечтах они хотят прибить нас в том числе. И, мало того, они даже в Москве, вот в этом Путинстане, они там тоже хотели бы перебить всех, ну, наверное, кроме кадыровцев. Но, тем не менее, это их мечта. У них, вот в их толковании ислама, а другого у них нет, оно одно единственное. Надо убить всех неверных. Друзья мои, поскольку я далек от мысли, что мы с вами когда-то согласимся на принятие ислама, то, значит, тогда автоматически мы являемся мишенью. Когда мне говорят, что есть какие-то гуманитарные соображения, подождите, есть враг, там, братья, жены, дети, там, родственники и родители этого врага, который мечтает нас убить всех. Причем, когда ему говоришь, этому врагу, там, что Хамасу, что Путину, может быть, вы не будете убивать наших женщин и детей, они говорят, а что это вдруг? Мы с этого начнем. Но, когда начинают, они гибнут, говорят, а нас за что? Ну, классическая ситуация, потому что нам нужно понимать, что это цивилизационный конфликт между двумя системами. Между системой, которая работает, зарабатывает, функционирует, где существует свобода во всех смыслах этого слова, и системой, ну, собственно, тех, кто хочет уничтожить свободу во имя средневековой сказки, которая, ну, написана в Коране, и для них мы с вами являемся врагами. При этом они, вот, бросают свою родную землю и едут туда, ну, в Европу, в частности, где жить хорошо, но их мечта уничтожить Европу, чтобы они в ней тоже жили так же хреново, уничтоженные в Европе, как вот в том доме, откуда они убежали и приехали в Европу. Короче, ребята, это клиника, это планетарная болезнь, и поэтому жалеть террористов и проявлять гуманитарные соображения к сектору Газа, вот, ну, и вообще к этой палестинской сказке, то есть государству, у которого нет, не было и быть не должно, я считаю абсолютным абсурдом. Обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу, поставьте лайк, поставьте комментарии, распространите в соцсетях. А победа, друзья мои, я уверен, что будет за нами, за цивилизацией, и эта победа будет только по одной причине, это если за каждым из нас персонально обязательно не заржавеет.